давайте жалобу а хоть какой-то крупиночки тьмы из себя вытащить и кайфовать нифига себе жалоба это так круто жалоба это когда ты говоришь то что тебе не хватает восхищение это ты тоже восхищаешься и хотел бы тоже такое то есть то что тебе не хватает где мы можем ну допустим на показ показывать нехватку до чтобы эту пустоту запомнить как мы можем пожаловаться на что если допустим скажу я восхищаюсь там таким голосом вот как пением допустим да и жалуюсь что я допустим так не могу но вот это дуальности разделяет жалостью я не могу это плохо а он хорошо поет это хорошо у тебя разделение надо соединить в целое я вас не тороплю и себя не тороплю чтобы вам это все сказать потому что я хочу чтобы и зрители тоже посидели сейчас и подумали а можно а можно так сказать что я жалуюсь блин я же тоже так могу это жалоба я же тоже так могу петь ну да и восхитилась ну типа так это так я же тоже так могу просто я но я же тоже офигенно пою можно можно пожаловаться для того чтобы понять чего цель поставить до чего тебе не хватает как маячок куда идти до чего делать чего искать еще как чувство не как действия как чувство так пожаловаться рассказать ну естественно пожалуйста это пожаловаться это рассказать проявить эмоцию хочу тебе пожаловаться где нет проблем это похвалить себя где нет проблем я хочу пожаловаться на то что не могу грустить блин я хочу пожаловаться что лениться не получается так хочется полениться но хочу пожаловаться вот когда мы выявляем где это слово можем офигенно использовать мы в течение дня формируем привычку и закладываем новую нейронную связь которая должна укорениться да и сама работать и вот творить эту реальность мы же буквально вот наши мозги наша каждая мысль это маленький отросточек который вырастает в мозгу то есть наш мозг постоянно растет и извивает вот так вот 400 триллиардов отростков ежесекундно растет и отправляет электромагнитные волны каждый отросток с ростом своим и как бы мы фотонами буквально вот частичками света собирают эту проекцию вокруг себя и нам постоянно нужно формировать такое мышление которое будет сыграть картинку вокруг нас ну самую классную они вот такую вот фигню всякую то что думаем то и получаем вовне если мы жалуемся как негатив красиво то красиво да хочу пожаловать пример что хочу пожаловаться блин не лениться у меня столько работы да блин это так круто люди без работы сидят я жаловалась вчера и сегодня слушайте я по-моему все время жалую сколько у меня работы столько денег все время жалуются а все на мою жалобу восхищаются да столько работы мне там столько я постоянно жалуюсь что я все время убираюсь бесконечно в чистоте блин я все время в чистоте живу потому что я все время я хочу пожалуйста я все время убираюсь я западалась уже убираться и чтобы сидеть в чистоте Ира приехала и говорю Ира я не могу я такой перфекционист я все время там посуду умой полы там бесконечно пылесошу давай я тебе пожалуюсь помоги мне может быть ты там будешь я такая блин прикинь хотела тоже пожаловать я так я тоже начинаю мыть посуду блин убирать блин это блин чтобы в чистоте посидеть давай второй шаблон и закончим на этом что тебе еще не нравится вот мы одну частичку пустоты которую ты пыталась отрезать обратно тебе приклеили то есть жаловаться с пользой пожалуйся сколько у тебя дофига времени лишнего кто-то вообще блин с работы на работу вот как я от звонка до звонка например, у меня вчера девочка была на консультации, и сегодня. Вчера девочка жаловалась, жаловалась о том, что у нее нет работы, она не знает, чем заняться, у нее куча свободного времени, а другая жаловалась от того, что у нее много работы и нет свободного времени. И я говорю, блин, кем восхищаться? Ну, и у той круто, и у той круто. И обе жаловались, и обе были недовольны. Я говорю, вас бы местами поменять, все бы были довольны этой, у которой куча времени свободного дать, куча работы. Они друг друга... А если поменяются, та заскучает, у которой была работа, она будет сидеть, и она потом будет жаловаться, что она сидит, блин, а вот та работает. Поэтому, чтобы никогда не уставать, не унывать, надо перемену постоянно иметь, все время двигаться. Вот это и есть движение переменной. И тогда не будет ни усталости, ничего. И отдых, это просто смена работы. Мы даже легли на диван, наше тело работает. Да, организм, наше тело работает. Переваривает, да, там... Он калорий больше сжигает. Еще не любишь. А, подожди, я не договорила. В течение дня нужно ходить и вырабатывать привычку, чтобы наши нейронные связи укоренились, потому что мы неосознанно создаем эту реальность своими мыслями, и нам нужно укоренить новый паттерн. Мы не убираем шаблон, мы не избавляемся. Это как от себя что-то отрезать. Это больно потом. Эта боль прорывается вовне, и эту боль мы вовне уже чувствуем как какими-то проблемами. Да, вот, то есть, внешняя боль это проблема в теле внутреннем, либо внешняя боль это вот ситуации какие-то болезненные для нас. Короче, нет денег, это тоже боль внутренняя. Все есть боль, которую мы, а это просто отрезаем в своей части, ресурсы, которые мы не пользуемся. А деньги это энергия? То есть, нету, опять же, энергии? Нету наших частей, которые мы закрываем, наши ресурсы. Так вот, мы сейчас тебе пользу прилепили обратно, кусочек сделали, жалобы, что жалобы и восхищение это одно и то же. Вот две кукушки сидят, одна жалуется, вторая. Но если их дверь смести, они будут друг дружкой восхищаться, потому что им это не хватает, им это заменятся. Чтобы укоренить шаблон, который бы на пользу действовал, нужно в течение одного, там, двух, трех дней ходить и всему придумывать, на что пожаловаться. Чтобы наш фокус внимания переключился с жалобы, с негатива, ну, жалоба на негатив, на жалобу на пользу. То есть наше внимание, когда переключаем, автоматически мы своим вниманием, ну, сливать энергию перестаем. Мы, наоборот, начинаем ее генерировать, воодушевляться. Получать, наоборот. Я хочу пожаловаться сегодня на хорошее настроение. Да. То есть, жалуюсь, девочки. А мы восхищаемся. А мы восхищаемся. Ну, мои жалобы, да. Давай еще, что тебе еще не нравится. Так, мне не нравится влюбить, а когда будет не получаться. Не получается. То есть, тебе не хватает ресурса, это определенной устойчивой нейронной связи, которая бы из не получается вечно генерировала бы тебе энергию. Для этого, как использовать не получается? Выгодно. Ты его, значит, либо отрицаешь, ну, то есть, не получается, это плохо, я так не буду говорить, у меня всегда все получается. Но не получается, это другая сторона медали. Это тоже хорошо, когда не получается. Это еще круче, чем получается. Например, мне не получается лениться, мне не получается сидеть, фигней страдать, мне не получается сидеть, мыть, мне не получается быть без денег, мне не получается жаловаться, только восхищаться. Мне не получается... Мне не получается быть некрасивой Потому что я, блин, красивая Мне не получается быть одной Потому что все равно Весь мир все делает Мне не получается быть в одиночестве Сколько всего окружает Вот все, что тебе не нравится Сделай фокусом Внимание, перечисляй Один, два, три дня Что это у тебя не получается Мне не получается бездействовать Бежать без дела Позитивное не получается и жалоба позитивная жалоба позитивно не получается когда ты смотреть вернемся к медали одну сторону медали не принимаешь то есть мне не нравится когда люди говорят не получается это они приходят тебе как учителя и пытаются сказать научись пожалуйста ресурсу это твой инструмент который поможет тебе достичь твои желания я приду тебе дам инструмента у тебя возникло желание сразу приходят люди и начиная тебе инструменты в руки давать это кайфу фу фу а инструмента это и есть те чувства которые они в тебе вызывают и в том что тебе не нравится в их действиях и в поведении и в их словах также вот тебе не нравилось не получается то что ты в себе не принимала этот ресурс когда ты этот ресурс не получается не используешь то соответственно ресурс получается тоже не используется ты не можешь использовать монету если половину монеты ты не принимаешь к существованию в этом мире ты же не можешь половину монеты отрезать что будет ну здесь конечно может быть и можно если золотая монета поделить там половина ну ладно не ну не поделить мы же говорим про две стороны ну не просто поделить даже говорим мы не можем оторвать половину целостность она целая мы же говорим про хоть сколько речь она будет целой да она будет целая хорошо что у нас он давай вот отрежем половину носка вот так вот я посмотрю на твой носок на половину отрезать половину носка будет ли он являться носком сможешь ли ты его используя нет как ты его используешь но это уже не носок это кусок тряпки носок это определенный набор правил это то куда одевается твоя нога на во что одевается это кусок ткани определенным образом сшито с пяткой с носочком с резинкой понимаешь если ты из ткани сделаешь квадрата будет платок это будет не носок то есть тут нас к меняется если ты половину отрезала точно так же суть у медали меня есть или поломала ты не можешь использовать второй ресурс никак без противоположного когда ты находишь применение противоположному у тебя автоматом применяется это то есть я не могу сидеть без дела потому что я могу делать то есть оно всегда взаимосвязано мы одно без другого не можем а мы всегда половину так вот отрицаем это вот и есть не любовь к себе это не видеть в себе темные стороны которые мы не принимаем которые мы в мире отрицаем наша задача прийти в этот мир и полюбить все и найти всего применения это единственная цель в жизни любого человека но люди об этом не знают проживают в гонке и умирает и будет реинкарнировать до тех пор пока вот это сознание не берет в себе вот эти все знания может быть тебе и встречаются эти все инвалиды а я тебе так сегодня и сказала потому что увидел красоту ты же видишь инвалида я вижу красивая девочка идет а ты видишь инвалида а я не вижу инвалида так у нас девочки час и все давайте подытожим все слова даются подытожим вот я подытожим ведь не инвалида а ведь увидеть надо ну блин красивый круче чтобы тебе не слушайте давайте слова инвалид инвалид дуальный противоположный антоним инвалид и полноценный а теперь инвалид переведем чтобы в чувство чувство инвалидности это сложно воспринимать если у нас антони могу война полноценный и неполноценный вот чувство неполноценности прочувствуем больше чем чувство инвалидности правильно это одно и то же для после других слов и писала чувствовать полноценности и неполноценности. Инвалиды уже, кстати, неполноценно. Почему полноценность это и есть неполноценность? И почему неполноценность это и есть полноценность? Почему хорошее это плохое, а плохое это хорошее? Почему черное это белое, белое это черное? То есть нам нужно целое найти. Как только мы видим целое и суть, мы можем найти применение неполноценности и полноценности в плюс полная ценность полная ценность полноценность полный наполненный они полноценность нехватка нету наполненности не чувствую наполненности вот этого сейчас от шаблонов говорить своих которые влияют миллионы других на вот этот шаблон а почему это одно и то же почему полноценный ценный полноценность неполноценный и полноценным ценные там и тут он и данный ходил неполноценного и тут он ценный он не полностью здесь цены рассуждать нету правильного и неправильного рассуждения мы просто рассуждаем несем всякий бред до тех пор пока у нас пазл не сложится почему противоположные стороны это одно и то же у нас должны в рассуждениях стереться границы шаблонного мышления вот этой программы что это такое а это другое нет нам надо собрать единство и целостность полноценно это собраны пазлики части каждая часть является частью целого получается каждый часть неполноценность ну почему вот каждая клетка полноценная но она является только частью большого целого организма если сравнить две клетки они обе полноценные одна полноценная 2 полноценная но в больших масштабах они только часть целого но без вот этой клетки ценный сдохнет весь организм убери отсюда почку не будет целого то есть каждая клеточка она является носителем жизни без которой невозможно целое из часов винтик убрали то есть три стали вот это вот будет неполноценным без вот этой клеточки за ее брать вот это целое полноценное целое не будет полноценно потому как я же сказала вот это и есть не полноценно но это непонятно рассуждений понятно ты в конце сказала вот это вот фраза но это как до этого дошли вывод вывод принять и то что считалось плохим у меня мы сейчас промолвала цена брат полноценность почему полноценный это не полноценный система бесконечно нашего организма вместе с деревьями травами и животными так далее но каждый отдельно полностью полноценное живое существо без которого невозможно существование всего мира ты убери любого из этого мира отсечи отсечи отсеки любую в любое чувство которое мы говорим это не должно существовать мира не будет ни без единого чувства не без песчинки либо без какого то животного или без какой-то птицы ли без какого это мы сами себя убивали сейчас наша планета просто вдохнет потому что мы решили что тараканом жить нельзя все но это не смешно чувством жить нельзя а прикиньте ваши клетки внутри вашего тела решили что они недостаточно хороши для своему проявления им стыдно она просто решила отделиться и сказать так я в домике не подходите ко мне со своей агрессировалась это правда я вращая раз я атрофировалась и вот каждая клеточка получается вот так каждая клеточка который решила постыгиться своего проявления которая решила не проявляться вдруг не получится каждая клеточка которая решила замерла отстала я не тут ни при чем я не часть этого мира я не я свою функцию если не принесу то люди не попьет чаю понимаешь я только по праву своего рождения уже исполняю всем желания точно так же как и весь мир исполняет все мои желания только благодаря моему желанию жить просто вот то что я есть у людей есть возможность существовать в этом мире только благодаря мне если меня не будет не будет этого мира не будет моего желания у людей не для возможности родила и что-то для меня сделать то есть если я не нужна но я умру то есть никто не возьмет на этом хочу ногти продавать да мои ногти никому не нужны как и деньги заработать помру вот если я никому не нужна то есть пол получается полноценный он и не полноценный одновременно потому что он только часть но эта часть является неполноценное звено без которой невозможно существование ничего то есть инвалиды он полноценный абсолютно полноценный это такая же часть как птичка как собачка как стол как я как любая эмоция не знаю нет ни одной частички эмоции слова мысли которая нужно не нужна была бы и на мы все несём какую-то функцию то есть у них просто такое проживание не надо бегать прыгать вот бегу нам надо бегать рисовалкам рисовать этим сидеть чтобы за ними ухаживали них функция такая это надо принять когда ты примешь его счастливый и будешь своей чтоб тебе нравилось тебе просто своей жизнью когда ты занимаешься тебе дело нет вокруг кому что нравится как очень нравится понимаешь и тебе становится все равно когда ты своей жизни тот кто следит за другими и просто на себя наплевать у кого какие губы какие волосы у кого какие зубы а вот кто какую ошибку орфографическую совершил кто не так говорит как наились деревне все они своей жизни не занимаются и у них долги у них болезни у них проблемы с родственниками сто процентов мои хейтеры вообще больные люди и мои клиенты одновременно они мне тоже нужны с кем работать тогда то есть мое проявление такое я учу другие клеточки смотреть на меня и повторять как я так то есть получается мы трансформировали что ну типа он полноценный просто на его если она увидит в нем что он полноценный она вижу если она увидит что блин да он полноценный же потому что он счастлив он часть этого дня да он счастлив у него есть ты сама по себе не полноценно и я не полноценный ты не полноценно пока мы вместе это не срастемся в один шарик но если с точки зрения мироздания да там вы просто маленькая щит . пылинка полноценные полноценные да то есть мы как отдельные за кварт или тащи в небытие или в бытие не знаю как и так и так противоположность то есть все полноценно в этом мире даже сломанный карандаш полноценный да у него функция нету на его подточу словами грызок тоже буду рисовать но солнце не меняется то есть функция про инвалида функция инвалида то что не меня он живет он живой ну с одной стороны да и плюс он очень много дает закрываем пока я у нас уже живы и организм все работает мы живы и верну шар договорилась заранее с ее душой встретиться да она проходит свои руки он свои это его желание лежать его желание быть инвалидом ты ни в чем не виновата как ты вначале говорила думаю нам дойти до этого тоже нету твоей вины что ты уколола это его было звание это так же как мы разбирали вот я взяла в долг мне надо ему отдать а он не грида не надо не надо я чувство вины испытываю да это его желание чтобы ему не отдавали деньги ты тысячу раз разбогатеешь у тебя будет куча возможностей пока от не захочет чтобы ему отдали деньги своими желанием подсознательным мы творим не желаниями ума от желаниями подсознания так вот пока он не захочет внутренней получить эти деньги девушка сколько бы ему не давала деньги не дойдут он и карточку потеряет и банк его забронирует пурга начнется она до него не дали он их получит и украдут в эту секунду да да и потеряет то есть не надо винить себя за то что ты не можешь кому-то отдать деньги успокоиться потому что ты его встречное желание вы бы не встретились бы вместе на одном пути также как мама с сыном да также дать брать не смогли бы соединиться если бы ему нужны были бы деньги он бы занял бы тому кто бы их отдал тогда когда надо но его они пока не нужны вот как только он поймет когда они ему понадобятся возможность придет к двоим и это сразу отдаст и он получит да отдавать надо я если пообещал желание не исполнил у меня бог так и есть но это не надо без чувства вины а для этого и будет время для этого будет место будет благоприятное обстоятельство или не лучшее время без всякой вины то есть я понаблюдаю интересно как сейчас сложится обстоятельства что ему отдам деньги то есть я не отрицаю отдавать я отдам но я сейчас и жопу и лезть не буду и нету и что я сделаю а нету их не потому что я тоже так хочу а потому что он наблюдает чтобы у них не было наблюдатель создает такую же реальность то есть мои зрители они тоже наблюдают грубо говоря но я же не чувствую я же не виновата что он мне их дал я же не виновата что он мне их занял это его желание но я спросила он дал бы не хотел бы не дал всегда все свой не хотел бы не долго что его было желание естественно а я не виновата все желание что я взяла а у этого за него он давал я взяла надо с собой да вообще в первую вообще мне кажется два эфирчика были классные вещи мне этот не буду делить короче я хочу вот я у себя тоже выложу ответ для твоего этого чтоб ты им скинула видео они посмотрели вот дала три дня и расформировала группу хиром а точно я не могу и располагать мне все скажешь ребят после вот этого на или иного видео я выхожу поняли почему она от вас уходит вот и вам тоже надо туда уходить не поддерживать эгрегор а этой вот это и брейдер почему покой его есть эгрегор любви завода войны там чем больше внимания туда и затем больше вот эгрегоров и больных собачек все создают вот эти вот и больных детей живота и деньги слушать а на этом сейчас бизнес большой сейчас девяносто девять процентов рекламы больных детей это фикция это мошенничество мамочки с такими не бегают есть помощи которые фонды которые помогают никто по интернету не собирать ну это редкость на который блогер там известный взял собрал и вот давайте поможем вот это я знаю человека но это редкий случай а вот просто бегающие рекламу вечно просит просящих это приходит игра тоже у подруги тоже точно так же рождение у меня много таких подписчиков и она мне говорит хочешь сделай фонд вступи в наш фонд поддержи меня свои внимания чуть в агрегор этот не влезла но это было там года три назад ну и видела бы сейчас инвалидов везде это получается пока мы питаем этот эгрегор он живет так он же не представляешь медуза вот это грегор это не медуза как ее щупальцами осьминог осьминог спрут вот и он вот такой маленький и щупальцы к тебе кто и к тому и вот так а у него присоски и он присосался все это метафорично конечно и по вот этим вот его щупальцам он вот это вот штучка такая живет он этим живет этого если он ограничена энергия мамочка несчастлива папа не счастлив там очень много семей каждый там находит себе кайф такой что смотрите какой молодец я там социуме общаюсь реку надо поменять идти общаться к успешным клёвым людям рейки надо поменять да хочу брать себе беды хорошие есть пожелания сказать людям которые находятся в группе ты ты хорошо знаешь уже там общаешься что там скажи вот буквально минута и мы поем ну начните себя перестаньте стараться вылечить ребенка у ведет вот здесь вылечить здесь уведет лечить голову тебя надо сердце только он всегда увидел чтобы не лечить не об шаблоны были полечил ему пашке ну в смысле не помнишь а луны то не пашки лечим мы опять же в себе ковыряли но в чувствах но он нам помогает как помощник перевод он перевозит правильно да он уводит от его по 5 туда туда пошел спасибо вам принять лучше признать во-первых себе это признать что принять это полюбить причем полюбить я это сотворила но без чувства веры до себя полюбить ты поняла что то есть отлично то вначале шаблон я не знаю как лениться я не знаю как она будет понаблюдает интересное кино я не знаю как быть без денег а то мы слишком много знаем о будущем о котором мы не знаем постоянно фантазируем знаете какой сегодня шаблон трансформировала записала в группе не скинула еще у меня на курсе по трансформации шаблонов страх и бесстрашие почему это одно и то же я так отражала ребята сейчас за минуту какой за секунд 15 трансформирует этот шаблон все люди которые очень много боятся самые бесстрашные нету бесстрашных людей вот наиболее бесстрашных чем те которые постоянно все боятся почему у них столько смелости фантазировать дичь в голове страшучую всякую такие картины мира страха строят завтра будет ой боже там упадешь и денег не будет такие страшные картинки реальности рисует это самые бесстрашные люди не например страшно фантазировать какие-то ужастики в голове поэтому их не фантазирую вот они настолько бесстрашные милые смелые что они это все время фантазируют страх и бесстрашие это одно и то же хочу быть бесстрашным вот сиди сидит и боится лично он уже бесстрашно из-за того что нафантазировал вот зачем он это делал одно просто без другого не живет видите как шаблонная целая как страхи можно в пользу использовать мне страшно сидеть на одном месте потому что блин стагнация просто время теряю деньги блин мне страшно сидеть и ничего не делать я хочу мир это созидать не страшно чего еще давайте картинки мира фантазировать страшные но которые будут пользу не страшно не фантазировать как страшно не фантазировать я такой фантазер мне вообще просто не фантазировать фантазировать я не фантазирую себе красиво что-то там да люди говорят у меня нет фантазии и начинают рассказывать о своих дичайших фантазиях просто дичайшего мира где все плохо я говорю ты можешь о каких-то желаниях своих сказать чего ты хочешь я не знала мне нет фантазии игру давай шаблоны по трансформировал надо фантазировать я не знала мне нет фантазии но при этом в красках рассказывают как у них все плохо как завтра будет плохо чему они боятся что они будут бедные без денег а где их работа чтобы ты говорю ты сейчас дома в тепле в уюте есть что поесть и что одеть есть кошка есть кот есть муж есть дети есть чем заниматься телевизор тёплая постель вода сейчас все есть все что ты боишься ты боишься в будущем будущее еще не наступило будущее только твои фантазии ты значит можешь фантазировать а будущее это ваша я фантазировать не могу но это про неё вот все умеют это сделать только надо фантазировать классное будущее а не хреновано я боюсь фантазировать позитивно я бы издеть фантазировать и вы фантазирует страх какой-то там страх еще может помочь уберечь себя нежелательных последствий у нас два страха врожденных первый страх это громкий этот хлопок острый острый такой громкий неожиданный и второй страх высоты но это врожденный а все остальные страхи придуманы нашими неудачными опытами вернее это неправильно я сказала неудачных опытов не бывает просто опытом из мне которые нам говорят там это страшно я еще не пробовала мне уже сказали я уже буду бояться я тоже не попробовала мне нравится люди боятся пауков у меня эфир был про пауков они когда в жизни их не видели только в фильмах и они их уже боятся в их ареале обитания нету пауков в принципе да вот вообще и в лесу не не живут в городе и дома даже не видели свисающих паучков почтальонов если он пришел к вам в дом если он опускается он письмо вам принес если поднимается то деньги сейчас придут я хочу бояться наоборот домики не встрою кушать найдут закину в паутину я вообще не понимаю как нужно их бояться вот а люди просто фантазируют потому что в детстве может быть впечатлительно насмотрелись фильмов про пауков в ухо там залезли я боюсь но они не обитают там где я живу что бояться с фантазией на все хорошо что боюсь и не боюсь так я боюсь в общем фантазии фантазируйте страхи себе наконец-то ребят я так ждала когда она это сделает пользу она весь эфир снимала ты сняла с себя наконец вот этот груз ты сняла с себя груз носки ты сняла с себя груз ты понимаешь ты понимала мне есть смайл на весь эфир мы говорим про сына про инвалидность и она снимала потихоньку снимала она обновлялась как змея меняет шкуру и ты наконец поняла а я жду жду она же висит у нее а я жду жду докажешь она она может зачем ты сама должна осознать можно вам еще прикол расскажу короче у меня был года два или три назад курс носки назывался есть еще с маленькие которые разошлись среди подписчиков телеграм с носковой темой там были носки раздан нарисованы с подписями в общем весь такой смысл что мы спали с носками ели носки там чё с ними только не делали но это там глубокая была проработка носки это как аллегория трешовой ситуации что в мозг хакнуть и когда мы там снимали носки клали под подушку на утро все знакомились мужиками случайным не случайным образом кто хотел познакомиться либо закрывали кредит переспрос с носками там много всяких этих ситуаций были мы просто привязали герунду какую-то к трансформации шаблонов и мы снимали носки как обновление и вот она сейчас я не знаю как будто ты на курсе моем было или слышала я не знаю она сейчас то же самое с носками как не на курсе делали я смотрю для дежавю просто и я думаю когда нам смотри твои подсознание сейчас даже об этом она сама очищалась ну то есть ты принимала осознавала признавала и она потихоньку снимался этот носок снимался снимал а ты даже не осознавала а я за этим наблюдала весь эфир я наблюдаю 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 думаю ну блин типа ну снимется они уже на пальцах там висят на пальцах там висят думаю ну типа они сами ты их не снимала ты машинально они как типа они слазили поняли мы сейчас эту вот броню что мы трансформировали то есть ноги у ребенка обновление у него же ноги не ходят обновление мы ничего не ждем в реальности обновление и ты наконец-то обновилась смотрите как сейчас пришло в поле и у ребенка ноги тоже то есть она настолько своей любовью закуповала этими носками типа и все вот она освободила хотели уйти 26 минут это концовка прикольная она же обновилась всем спасибо кто смотрел эти два с половиной часа нас надо вначале предупреждать включайте на скорость повыше потому что мы первую часть так медленно-медленно расхолаживали что должны поплакались а потом энергия пошла видели в таком ощущении я думаю кому надо они посмотрят а я так думаю кому надо они еще пересмотрят да мамочки таких деток они отчаянные они готовы на все и они всегда в поиске всяких разных методов и готовы все попробовать всем пока пока